Салют, братишки-стрёнки, микрофон Мистер Кей, добро пожаловать в GTA 5! За моей спиной стоит несколько GTA-шных геликов, новеньких прямо из автосалона. А с другой стороны на меня и на них несётся скоростной поезд на скорости 300 км в час! Господи, он даже на замедленной съёмке пронёсся с безумной скоростью и разнёс все эти гелики по округе. Жесть, как же далеко они отлетели! Вы поглядите, что от него осталось, от него вообще ничего не осталось! Все двери разлетелись и самое интересное, он ещё взорвался. Боже, бля, что с ним передом? Как будто двигатель из него вылетел вместе с колёсами и этот гелик превратился в какую-то маршрутку. Да, вы всё поняли правильно, сегодня мы будем противопоставлять скоростному поезду различные транспортные средства. Начали мы с геликов и можем посмотреть, что из этого получилось. Скорее всего, это был самый первый гелик из этой цепочки, потому что он пострадал сильнее всего. Он реально в смятку превратился, ну и к тому же взорвался. Если бы там сидели люди, я бы им не позавидовал, но возможно мы сегодня кого-нибудь туда посадим. Одну из машин я вообще нашёл аж в 500 метрах от того места, где она стояла. Стояла она здесь, а улетела аж до... ...сюдого! Но сегодня этому скоростному поезду будут противостоять не только гелики, которые не выдержали удара, но ещё автобусы, танки, самосвалы и огромные пассажирские самолёты. Посмотрим, кто из них справится лучше всего, так что ставь свой зверский лайк, подписывайся на канал. А также обязательно вступай в мою группу ВКонтакте, ссылочка будет в описании, потому что там мемчики, важные новости и просто интересные посты, которые обязательно нужно лайкать. Следующая наша цель это пассажирский автобус, но не простой, а с пассажирами, которые даже не подозревают, читая в своём айпадике всякие статьи, играя в игрушки, то что они стоят на железнодорожных путях. Водитель, к сожалению, заблудился и совсем не заметил то, что он стоит прямо на железнодорожных путях, жесть! Куда он его потащил? Капец, он сразу взорвался, моментально просто! Франклин, ты в порядке, дружище? Ну, Франклин может быть и в порядке, только весь автобус в огне, он взорвался моментально, так я ещё и поезд его протащил по железнодорожным путям. Вот только пассажиры, к сожалению, все умерли заживо, они просто взорвались вместе с автобусом и теперь горят там. Да уж, ребят, зрелище не для слабонервных. Кстати, я думал, что его сильнее во всмятку сметёт, но нет, к сожалению, автобус достаточно прочный оказался. Помянем тогда пассажиров этого автобуса и переключаемся на дальнейшие эксперименты. Теперь у нас здесь под дюжину суперкаров, абсолютно разных мастей, абсолютно разных по скорости и по прочности, но не думаю, не думаю, что будет хоть какая-то разница между ними, когда на них будет нестись скоростной поезд. Тут у нас и Zen Torna, и X80, и Tesla Model X, там где-то и в амборгини стоит, но не думаю, опять же не думаю, что хоть какая-то разница будет после этого столкновения, потому что все они превратятся в большую груду металлоома. В этот раз я хочу посмотреть без замедления, ха-ха-ха-ха, это жесть, как он их раскидал, пипец. Они улетели ещё дальше тех же самых геликов, чтооо? Здесь одна тачка выдержала удар, вы прикиньте себе? А может быть даже и не одна, вы поглядите на этого красавчика, на эту амборгини, она пыталась, пыталась до последнего выдержать удар, но двигатель у неё горит, и мне кажется, сейчас она взорвётся. Но пока этого не случилось, давайте попробуем в неё сесть. Франклин, ты можешь в неё сесть? Нет, кажется, кажется, она всё-таки уничтожена, хотя выглядит не взорвавшейся. Не все тачки взорвались, но её перед, её перед конкретно так поцеловали. Но меня больше интересует вот этот вот красавец, как он пережил удар, что это? Гротте Туризма Эр смогла пережить удар, а? А-а-а-а-ха-ха, я смог в неё сесть, но нет, всё-таки двигатель у неё тоже уничтожен, он дымится, и тачка явно никуда не поедет. Но сейчас будет второе столкновение, ведь следующий поезд уже приближается, и давайте глянем, что с ней случится после второго удара. Уиууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Второй раз ей повезло. Знаете почему? Потому что весь основной удар пришёлся как раз-таки на ту тачку, которая улетела в реку. И теперь она здесь похоронена. Да, ты у нас страховочкой вышла неплохой для Гроти Туризма Р. Оу, я нашёл ещё одну машину, которая выглядит достаточно неповреждённой. Интересно, она... Она забилась! Она забилась! Я там восхищался Гроти Туризма Р, но эта машина ничего и завестись смогла. В отличие от остальных, которым вообще не повезло. Но ничего, мы сейчас и эту тачку, ребята, с вами добьём. Мы поедем навстречу этому скоростному поезду. Вот уж то, что на такой удар она... Меня аж выкинул оттуда. Такой удар она не переживёт, я хотел сказать, но такой удар даже Франклин не пережил. Его выбросило из машины. Привет, кабанчик. Не переживайте, животные в этих экспериментах точно не пострадают, если, конечно, какой-то безумный олень не выйдет навстречу поезду. А вот про людей я такого сказать не могу, потому что сейчас здесь встанут 100 человек и будут ждать своего судного часа. 100 храбрых толстячков, прекрасных леди и каких-то хипстеров из центра Лос-Антоса. Все они столкнутся лицом-лицом со скоростным поездом. Понимаете, 300 км в час – это вам не шутки. На такой скорости у тебя, мне кажется, мозги повылетают, тебя разорвёт на куски. Но кто знает, может быть, этим парням повезёт сильнее, потому что у них будет сильная спасательная подушка в виде таких красивых буферов, конечно же, и таких красивых пузиков. Ха-ха. Я, кстати, даже не знаю, как мы будем любоваться всем этим делом, потому что я пытаюсь южить замедление камеры, замедление времени, но... Это не помогает! Поезд настолько быстрый, что всё равно проносится с безумной скоростью мимо нас. Но постараемся увидеть всё с первого лица. Итак, поезд уже едет. Здесь бум! Ё-моё! Они полетели! Они полетели прямиком вверх. Кстати, сейчас, смотрите, замедление как-то даже лучше выстроилось. Это неплохо. Это неплохо. Так, хорошо. Я думаю... Я думаю, всё хорошо. Сколько людей-то выжило? Сколько людей выжило? Их раскидало, но они всё равно выжили. Да, конечно, кому-то не повезло. Причём я удивлён, что не повезло именно последним людям из этой толпы. А вот толстячки и девушки, они просто разлетелись, когда проезжал этот поезд. Видать, кто-то действительно принял весь удар на себя, а все остальные от него отлетели, как от воздушной подушки, которая всех и спасла. Ну, давайте же посмотрим на эту же картину сверху, во главе которой теперь будет стоять Франклин. Именно он будет встречать поезд своим героическим лицом. Франклин, только не бойся, всё будет хорошо. Итак, бамс. Хо-хо-хо-хо-хоу. Он, оказывается, их в бок расталкивает. Вот почему от него ничего не остаётся. Ну, блин, пипец, тут кровавый след у этого поезда. Знаете, мне сейчас даже хотелось рассказать историю, пока наши толстячки летят в космос прямиком, как Гагария. Захотелось мне рассказать историю. Мой друг работал как-то на Сапсане, и у них случалось такое, что они сбивали людей. Сбивали недотёп, которые оказывались на железнодорожных путях. И знаете, что с ними сделали? Выходил машинист, выходили бортпроводники, собирали все их останки в мусорные чёрные мешки и клали в холодильник прямиком до Питера или Москвы. Вот что происходит с людьми, которых сбивает скоростной поезд. Именно это, наверное, произойдёт с этими людьми. Чёрт, такого кровавого следа даже в прошлый раз не было. Мне кажется, вся его кровь или все его кишки из его пузика здесь растеклись. Так что советую вам всегда смотреть по сторонам, когда особенно переходите железнодорожные пути в местах проезда скоростных поездов. Ну, а мы идём дальше. Переходим к тяжёлой технике. Танки. Много танков. Очень много танков. Вот это реально тяжеловесные монстры. Всегда, когда люди пытались остановить поезд GTA 5, они использовали танки, потому что, ну что ещё может остановить поезд, как не тяжёлый танк на железнодорожных путях? Вряд ли это, конечно, станет преградой нашего скоростного красавчика, но пока не ясно, что станет с самими этими танками, когда скоростной поезд попытается мимо них проехать. Разлетятся они так же, как скоростные машины, или останутся стоять здесь, или может быть поезд всё-таки сможет остановиться, сейчас мы и узнаем. Очевидно, что у машиниста должны быть стальные яйца, потому что я бы лично обосрался, обосрался, увидев перед собой груду танков, так ещё и Франклина стоящего наверху всего этого дела. Итак, моменты истины, бум, он сносит их, сносит, один за другим, он их подбросил вверх. Танки не взорвались, кстати говоря, танки смогли выдержать этот удар, а нет, всё-таки один взорвался, но тем не менее поезд растолкал их, как игрушечные какие-то машинки. Знаете, в такой ситуации они выглядят как игрушечные машинки, рассыпались тут как мячики. жесть, этот танк даже колбасится продолжает, улетая всё дальше и дальше, хотя он уже и взорван-то по сути. Но можем их поздравить, они выдержали удар гораздо лучше остальных транспортных средств, которые мы сегодня тестировали, потому что они, во-первых, не все взорвались, мы можем сейчас сесть и поехать крушить всё вокруг, а во-вторых, они не так сильно улетели, как те же самые гелики или суперкары. Но что может быть ещё тяжелее танков? Хм, не знаю, о чём подумали вы, а я подумал о огромном Белазе. Король среди автомобилей, бесспорный монстр инженерии, но сможет ли он отстоять свой королевский титул против короля ГТА скоростного поезда? Мне, что страшно поверить, что поезд сможет растолкать такого гиганта, потому что если такое колесо проедется по Франклину, от него останется лужа, лужа какого-то дерьма. И по идее, точно такая же лужа должна остаться от любого, кто встанет у него на пути. Но, сейчас мы и узнаем, что произойдёт. Тем не менее, согласитесь, что выглядит это очень жёстко, нереально жёстко. Если бы я сидел в этой кабине, я бы, я бы, наверное, не обосрался, я бы посмеялся, громко посмеялся, смотря в лицо этому поезду, но потом случилось бы это. Знаете, вот этот его нос, нос этого поезда, как трамплин, выступает и подбрасывает всё на своём пути. Так сильно! Нифига себе! Двое, двое взорвались, третий горит вовсю, три взорвались, три грузовика. Ой, я нашёл старую машину, она всё ещё здесь стоит. Ха-ха, я даже не знал, куда она улетела, но она всё ещё здесь стоит. Но четыре остальных грузовика смогли выдержать этот удар. Я даже не вижу момент взрыва, как будто они взрываются, вот просто, просто по факту они уничтожаются и всё. Но картина, конечно, жуткая у нас здесь возникает. Короли автомобилей не смогли справиться с королём ГТА-шного мира. Ладно, что-то всё-таки должно остановить этого мерзавца, и это что-то огромные пассажирские самолёты. Боинге 747. Целая толпа стоит здесь и готова встречать поезд на своём пути. Против них у нашего поезда точно не будет никаких шансов. Они остановят его, развернут и отправят в освоясь, потому что против таких гигантов и таких красавчиков никакой скоростной поезд не сможет пройти мимо. Ух, ну и картина, ё-моё, так, хорошо, хорошо, ничего хорошего, что произошло. Я отвернулся на секунду буквально, а самолёты уже уничтожены. Он взорвал абсолютно все их. Я понимал, конечно, что они в ГТА-5 достаточно хрупкие, но не до такой же степени, чтобы разлететься в пух и в прах. От них отлетело всё, стойки, шасси, крылья, двигатели, всё разлетелось. Один из самолётов я вообще потерял. Где четвёртый самолёт? Куда он улетел? Не, серьёзно, а где четвёртый самолёт? Я вижу только три, а их было четыре. Куда улетел ещё один? Видимо, удар был настолько сильный, что отправил его буквально в другую вселенную, но это, это определённо самая жуткая авиакатастрофа, которую можно только представить. И кто мог подумать, что она произойдёт, например, не с другим самолётом, не в небе, а чёрт побери, со скоростным поездом. Наш скоростной разрушитель уже на горизонте остаётся только любоваться происходящим. Три пассажирских самолёта против поезда. Давайте глянем, что же будет. Жесть! Он его смял! Пипец! Я такого представить даже не мог, чтобы он его так сомнёт. Этот, этот самолёт взорвался вообще раньше времени, чисто от этого. Жесть! Бум! 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 Вот всё, что мы с вами, ребят, смогли увидеть. Это три больших бума! Но вот это меня удивило сильнее всего. Вы поглядите только на эту вмятину. Я подобные вмятины на самолётах вообще никогда не видел. Но поезд смог такое сотворить. Да, давно я уже обещал вам этот эксперимент скоростным поездом и мне он дико понравился. Те разрушения, которые мы сегодня с вами увидели, ну, наверное, не способен нанести больше никто. Обычный поезд уж точно на такое не способен. Да, может быть, он скинет машину с дороги, может быть, он даже её и взорвёт, но чтобы то, что мы сегодня увидели, когда всё разлетается в пух и в прах, это нечто. Так что, надеюсь, вам, ребят, понравилось это видео. Поставите ему свои зверские лайки, также подписывайтесь на мой инстаграм, на канал и на группу ВКонтакте, ссылочки есть в описании. Приглашаю к просмотру других моих видосиков по GTA 5, а у микрофона был мистер Кей, хорошего вам настроения, удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok